Совсем скоро 36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл станут родителями во второй раз. Счет уже идет на недели, и, конечно, некоторые предприимчивые люди решили заработать на своей способности предугадывать будущее. Популярное в Великобритании букмекерское агентство опубликовало список имен, которые, по мнению британцев, больше всего подходят будущей дочери герцога и герцогини Сасекских. Имя Филиппа сейчас занимает первую строчку, его коэффициент составляет 3 к 1, то есть с вероятностью 30%, девочку назовут в честь покойного принца Филиппа, супруга королевы Елизаветы II. Кстати, такой же жест, правда, еще при жизни герцога Эденбургского, сделали его внучки Зара Тиндал и принцесса Евгения. Обе дали своим сыновьям второе имя Филипп. На втором месте идет имя Диана, в честь матери принца Гарри, принцессы Дианы, и Елизавета, в честь ее величества. Их коэффициенты равны 5 к 1 и 10 к 1 соответственно. Также в рейтинг, но со значительным отставанием, вошли имена Аллегра, Александрия, Грейс, Эмма, Роуз, Алиса и Виктория. Напомним, в день Святого Валентина пара объявила, что ждет второго ребенка, а 7 марта Меган Маркл и принц Гарри дали интервью американской телеведущей Опре Уинфри, после которого Букингемский дворец принял решение отстранить Меган и Гарри от королевских обязанностей. В интервью Опре Уинфри пара не только раскрыла пол своего будущего второго ребенка, оказалось пара ждет девочку этим летом, но и поделились впечатлениями на этот счет. Родить сначала мальчика, потом девочку, о чем еще можно мечтать. Я почувствовал большую благодарность, когда об этом узнал. Иметь одного ребенка или двух – все замечательно, но иметь и мальчика, и девочку. Теперь у нас будет своя большая семья, нас станет четверо, отметил Гарри. Также в ходе беседы с Опрой Меган и Гарри поделились черно-белым фрагментом из их семейного видео с Арчи, а принц также отметил плюсы своей новой жизни. Это здорово, иметь большую территорию в своем доме. Мы можем гулять с Арчи, вдвоем или с собаками. Мы занимаемся хайкингом или спускаемся на берег, все очень близко. Особой прелестью для меня является момент, когда я сажаю сына в детское сидение своего велосипеда, и мы отправляемся на прогулку. Это то, чего я никогда не мог позволить себе в своем детстве. Я еду и вижу, как он, раскинув руки, выкрикивает с удовольствием пальма, дом и другие слова.